Уважаемые представители средств массовой информации, уважаемые дамы и господа, для меня большая радость встречать президента Азербайджанской республики, господина Ильхама Алиева в Бишкеке. Это его первый государственный визит в Кыргызскую республику. Очень рад, что спустя полгода после моего визита в Баку, уважаемый Ильхам Гейдарович совершает ответный визит, который еще раз свидетельствует о прочности межгосударственных отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном. В духе стратегического партнерства мы провели содержательные переговоры по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества. Между нашими государствами обменялись мнениями по вопросам международной и региональной тематики, представляющим взаимный интерес. Переговоры прошли в атмосфере полного взаимопонимания, открытости, доверия, которые характеризуют братские отношения между нашими государствами. Мы подтвердили неизменность курса на активизацию и расширение стратегического партнерства. С удовлетворением отмечаю, что запуск деятельности Межгосударственного совета и подписанные сегодня соглашения являются наглядным показателем активного развития нашего сотрудничества в политической и торгово-инвестиционной сферах. В культурно-гуманитарной сфере особо хотел бы выделить совместное открытие двух общеобразовательных школ имени Гейдара Алиева и Низами Гянджеви, которые уже стали символом нерушимой дружбы между нашими братскими народами. В этот контекст хотел бы с особым удовлетворением подчеркнуть важное значение реализации этих знаковых проектов, способствующих углублению взаимопонимания, дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами. Отрадно то, что в указанных прекрасных школах будет получать образование наша молодежь, будущее Кыргызстана. Уверен, что наши юноши и девушки станут мостом дружбы и сотрудничества между братским Азербайджаном и Кыргызстаном. Мне приятно также отметить, что мы примем участие в открытии парка «Дружба Кыргызстана и Азербайджана», строительство которого было завершено накануне с помощью наших азербайджанских друзей. Надеюсь, что этот знаменательный парк станет любимым местом отдыха горожан и гостей нашей столицы. В канун 30-й годовшины установления дипломатических отношений мы договорились в качестве следующего этапа ускорить функционирование совместного фонда развития, выйти на подписание пятилетней комплексной программы развития сотрудничества и провести Дни культуры Кыргызстана в Азербайджане в 2023 году, а в 2024 году Дни культуры Азербайджана в Кыргызстане. Уверен, что дальнейшее развитие наших двусторонних отношений будет очень позитивным. Будем рады приходу азербайджанских инвесторов в Кыргызстан и готовы к взаимодействию в экономических отраслях. Многое еще предстоит сделать в транспортно-логистической сфере, информационно-коммуникационных технологиях, образовании, туризме, спорте. Сегодня мы еще раз подтвердили стратегический характер наших взаимоотношений, вывели их на самый высокий уровень, что является историческим заветом наших предков. Хотел бы поблагодарить уважаемого президента Азербайджанской республики Ильхама Гейдаревича Алиева за его личный вклад в дело укрепления уздружбы между нашими народами и странами и пожелать больших успехов и неиссякаемой энергии в достижении высоких целей во благо народа Азербайджана, а всему братскому азербайджанскому народу мира и дальнейшего процветания. Благодарю за внимание. Уважаемые дамы и господа, в первую очередь хотел бы еще раз выразить благодарность президенту Кыргызстана за приглашение посетить братскую страну. Как Садер Нургожевич отметил, это мой первый государственный официальный визит. Я в прежние годы дважды бывал в Кыргызстане, но это было связано с участием в работе международных организаций, это были международные мероприятия. Поэтому нынешний визит имеет особое значение. Как Садер Нургожевич отметил, всего-навсего полгода назад мы принимали его в Баку, сегодня я нахожусь в Бишкеке, это говорит о том, что мы хотим попыстрее реализовать то, что наметили. Как правило, ответные визиты совершаются не раньше, чем через год. В нашем случае это заняло полгода. Это демонстрация как раз того, что мы нацелены на результат. И должен с удовлетворением сказать, что часть того, что мы наметили во время нашей бакинской встречи, уже реализована. В первую очередь хотел бы отметить решение о создании совместного киргизско-азербайджанского фонда развития, который будет служить делу развития, делу привлечения инвестиций, созданию рабочих мест и создавать еще больше предпосылки для наращивания сотрудничества в торгово-экономической сфере. Полгода назад мы подписали декларацию о стратегическом партнерстве, что вывело наши отношения на качественно новый уровень. И сегодня с удовлетворением отмечаем то, как эта декларация реализуется, потому что многое из того, что мы определили полгода назад, сегодня уже трансформируется в сферу реальной политики. Мы подробно обсудили широкий спектр вопросов, начиная от культурно-гуманитарного сотрудничества, экономического взаимодействия, транспортного взаимодействия и вопросов, связанных с образовательной сферой, сферой высоких технологий. Должен сказать, что уже определенное время два азербайджанских спутника, Азерскай и Азерспейс-1, оказывают услуги кыргызским партнерам, и мы определили дальнейшие пути развития взаимодействия в этой сфере. В транспортно-транзитной сфере с началом строительства и вводом в эксплуатацию новой железнодороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Каспий появятся возможности для увеличения товарооборота и удешевления транспортировки грузов. Мы поздравляем Братский Кыргызстан, а также других странах-партнеров с началом реализации этого важного проекта. Таким образом, имея транспортное сообщение, совместно осуществляя инвестиционную политику в приоритетных для правительства Кыргызстана сферах, а также такую прочную базу международного правового характера, а именно, как я уже отметил, декларация о стратегическом партнерстве, документы, подписанные сегодня здесь, в Бишкеке и полгода назад в Баку, мы по существу за короткое время в какой-то степени наверстываем то, что по некоторым причинам было упущено в предыдущие годы. И думаю, что одно из главных направлений нашего будущего сотрудничества будет именно то, что мы будем нацелены на конкретный результат. Мы имеем общую историю, мы друг друга понимаем, друг друга поддерживаем. Мы сегодня также с президентом обменивались мнениями по сотрудничеству в рамках международных организаций. Там тоже сотрудничество искреннее и основанное на взаимной поддержке. Конечно, особая благодарность я сегодня выразил президенту от имени всего азербайджанского народа за такое доброе отношение к памяти великих представителей азербайджанского народа. Одна из самых больших школ Бишкеки будет носить имя основоположника азербайджанского государства Дейдара Алиева. Другая школа будет носить имя великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Генджеви. Сегодня мы откроем парк кыргызско-азербайджанской дружбы. Баку и Бишкек стали городами-побратимами. Мы сегодня обсуждали также и продолжить этот список другими нашими городами, в том числе и культурная столица Азербайджана Шуша будет побратима с городами Кыргызстана. То есть даже перечисление в рамках временной ограниченности пресс-конференции, перечисление вот этих всех пунктов нашей повестки дня говорит о глубине сотрудничества, искренности взаимоотношений и уверенности в том, что мы сегодня наметили здесь, так же будет выполняться, как и то, что мы наметили полгода назад. Я еще раз хочу выразить благодарность президенту за приглашение, за гостеприимство. Очень рад вновь побывать на братской земле Кыргызстана. Пользуясь возможностью, хочу пожелать народу Кыргызстана мира, благополучия, успехов и братскому кыргызскому народу глубокое уважение от азербайджанского народа. Спасибо. 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 Спасибо.